С наступлением летнего сезона добираться от дома до работы стало проще. Достаточно припарковать автомобиль у подъезда и пересесть на двухколесный вид транспорта. С прокатными электросамокатами горожане познакомились в прошлом году и за это время успели накатать почти полмиллиона километров. И это данное лишь одной кикшеринговой компании. Об ограничении скоростного режима в связи с бешеной популярностью этого вида транспорта впервые заговорили в прошлом году. Тогда же приняли решение сократить скорость электросамокатов до 25 километров в час. Правда, некоторым жителям Самары это показалось недостаточным. Горожане предложили в особо оживленных локациях, парках, скверах и на многолюдных улицах дополнительно сократить скоростной режим. Над соответствующим соглашением сейчас работают в администрации города совместно с представителями кикшеринговых компаний. В том числе в этом соглашении мы планируем прописать перечень ограничений и запретов, которые должны применяться к работе этих самокатов. Вот на данный момент у нас в проекте есть две позиции. То есть первая это те территории, которые в принципе закрыты для передвижения на электросамокатах. И вторая позиция это те территории, где скорость перемещения электросамоката должна быть ограничена не более 15 километров в час. Соглашение по предварительным прогнозам должны подписать уже в июне этого года. Если оно вступит в силу, ограничение скорости электротранспорта на отдельных городских территориях будет включаться автоматически. Подобная мера, отмечает в Дептрансе, поможет значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием детей. К слову, только за пять месяцев этого года на территории городского округа Самары зарегистрировано 45 ДТП с участием несовершеннолетних, которых пострадали 49 человек, погибших нет. По всем из них проведены проверки, направлены информации в образовательные учреждения, проведены профилактические беседы. Работа продолжится и в летний сезон, когда число ДТП с наступлением летних каникул неуклонно растет. Она будет идти в детских лагерях при школах и оздоровительных лагерях. Это будут более игровые мероприятия, более практические, где дети уже смогут увидеть и светофоры, и почувствовать себя участниками дорожного движения, как пешеходами, так и водителями. Особое внимание уделят детям, которые на время каникул останутся дома. Профилактические работы сотрудниками госавтоинспекции будут вестись в местах массового скопления граждан во дворах, парках и скверах города. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События.